Продолжает традиции древнего Мурма. Художнику Дома народного творчества присвоили звание мастера декоративно-прикладного искусства. Ольга Некроткова стала первой в городе обладательницей почетного титула. С талантливой рукодельницей встретилась Анастасия Белова. Эти декоративные панно из натуральной кожи – результат кропотливой многочасовой работы. Только на резьбу крыла, сделанного из цельного куска кожи, ушло около 12 часов, рассказывает Ольга Некроткова. Здесь нужен именно навык точного рисования. Потому что, когда я прорезаю кожу, я делаю практически вслепую. Я надрезаю, и глубина надреза влияет на то, какая потом после тепловой обработки будет линия широкая или тонкая. То есть замысел во голове, удерживаешь его целиком. И просто на уровне интуиции надрезаешь эту кожу. Потом обработка открытым огнем и покраска. Сама техника художественной резьбы по коже очень древняя и уходит корнями в историю Мурома. Муромская юфть – это традиционная наша муромская кожа. Здесь делали ее. То есть вот Богородск – это опять заимствование. То есть еще тысячи лет назад вот этот способ выделки кожи был заимствован у Южного Булгара. Сейчас и города этого нет, и страны этого нет. Осталась только техника. И Муром жил благодаря коже, процветал тысячи лет. И вот то есть это возрождение старого ремесла. Именно за продолжение и развитие народных традиций Ольге Некротковой присвоили звание мастера декоративно-прикладного искусства. Прежде всего это участие в выставках, участие в фестивалях. То есть я представляла Владимирскую область на всероссийских фестивалях международных со своими коллекцией, которые называются «Летучий корабль». Эту выставку мы сделали в 2012 году и вот до 2016 года она очень успешно экспонировалась. Искусству Ольга Алексеевна посвятила 30 лет жизни. Из них 10 работают в Доме народного творчества. У Ольги Некротковой много последователей, которые с удовольствием сами создают кожаные шедевры. Светлана Шульпина знакома с Ольгой Алексеевной более 6 лет. И все знания, полученные от наставницы, передает уже своим ученикам. Основная моя работа – учить детей петь народному творчеству. То есть праздники, обряды, народные пения, народные танцы. Я выбрала мастерство такой работы с кожей, чтобы также передавать его детям. К слову, первое, чему обучает Ольга Некроткова при работе с кожей – как правильно держать ножницы и ровно отрезать кожаный ремешок. Вот принципы, в общем-то, художественной обработки кожи. То есть твердо, умеренно, спокойно, но без суеты и какой-то там дерготни. И так медленно, но верно, деталь за деталью создаются различные картины, украшения и обереги. Хотя отдельных секретов своего мастерства Ольга Некроткова не раскрывает, она старается поддержать преемственность народного творчества и бережно сохранить его на многие годы. Анастасия Белова, Александр Симонов, Новости Муром.